Мы продолжаем работать на Петербургском международном форуме здоровья. И наш следующий гость – вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Иргаршев. Олег Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Олег Николаевич, вот давайте с форума и начнем. Собственно говоря, 11-й раз уже работает эта площадка. А чем она ценна для города? Этот форум является действительно значимой площадкой и для медицинских работников, и тех, кто занимается благоустройством города. И тех, кому не безвеличен, как развивается Санкт-Петербург. И если в прошлом году, вы помните, это была такая действительно значимая международная площадка, то в этом году, конечно, у нас меньше представлено иностранных гостей, но тем не менее регионы представлены довольно широко. Есть потребность в этой площадке, потому что здесь вырабатываются необходимые решения на перспективное планирование для организации оказания медицинской помощи, включающие и стационарное звено, и амбулаторное звено. И самые современные проблемы рассматриваются, связанные с модернизацией здравоохранения, развитием цифровизации. И именно направления, которые являются такими стратегическими, что касается персоизнифицированной медицины, развития современных новых технологий, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому здесь все имеют возможность пообщаться между собой и прийти к каким-то заключениям, которые позволят развивать здравоохранение в субъектах. А есть ли острые темы? И площадка является ли еще площадкой для дискуссий? Несомненно. Каждый имеет возможность высказать свою точку зрения. Мы сегодня слышали прекрасный доклад академика Шлихто Игоря Владимировича, который касается именно вопросов развития трансляционной медицины. Я знаю, что во многих субъектах она совершенно практически еще не очень развита. А можно сразу уточнить? Это медицина по трансляции? Нет, это медицина, которая связана, в первую очередь, с изучением генных вариаций при различных болезнях, которые на основе их создается таргетная терапия, то есть персонифицированная для каждого пациента. Она может отличаться. Это то, что в перспективе определяет медицину будущего. И вот на этой площадке все наши коллеги могут ознакомиться с новыми методиками лечения. Вы сказали о персонифицированной медицине. Сегодня много об этом говорят. Чем этот подход отличается от обычного отношения врача с пациентом? Этот подход отличается именно тем, что каждому пациенту возможен очень высоконаучный подход на основе генного скрининга, генного картирования. И есть возможность для каждого пациента подбирать, так сказать, таргетный лекарственный препарат. С учетом того, что в Петербурге действительно 24 самых современных фармацевтических предприятия, есть связь университетов, научных учреждений, национальных медицинских исследовательских центров с этими предприятиями, и есть возможность создавать те препараты, которые будут именно узконаправлены. То есть именно персонализированными. Олег Ковальевич, у нас сегодня как раз вы заговорили о препаратах. Я так понимаю, что отрасль достаточно успешно работает, и по замещению мы не очень плохо, так сказать, выглядим. Я бы даже сказал хорошо, потому что совсем недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин открыл два новых завода, фармсинтез. И вот сейчас этот завод один из них в Петербурге, один в Мордовии. И дополнительно мы получили возможность представить на рынок петербуржцам еще дополнительно 31 международное непатентованное номинование. В перспективе мы планируем выйти на уровень 540 международных непатентованных номинований, которые будут производиться именно в Петербурге. И за счет каких возможностей один из них, один из механизмов, очень современный, на мой взгляд, является создание офсетных контрактов. Офсетный контракт позволяет более экономично, почти в два раза дешевле для субъекта приобретать лекарства, во-вторых, на своей территории, в-третьих, эти заводы будут платить налоги в казну города. Очень много позитивного. И контракт заключается, как правило, на десятки лет, ну, в среднем на 10 лет. И мы в перспективе можем выйти не на один офсетный контракт, а еще дополнительно прорабатываем 5 контрактов. Это будет для города и для жителей города очень хорошо. Сегодня часто можно услышать, что лекарства у нас импортные, лучше по качеству, чем отечественные. Ну вот я, как раз наоборот, сталкивался с тем, что ничуть не хуже работают таблетки, которые ты принимаешь. Может быть, мне так везло? А какие у вас ощущения? Я когда ознакомился с работой заводов, таких как Биокат, активный компонент, не будут все рекламировать, Фармзиндес, но хочу сказать, что это мощнейшая индустрия, которая ничуть не будет уступать импортной индустрии фармацевтики. Ну, общаясь сегодня с вами, имея такую возможность, как с одним из руководителей города, именно отвечающего за медицинское направление, не могу не задать вопрос, раз уж мы говорим о людях и о персонифицированном подходе, от самых простых обычных районных поликлиниках, которым мы все жители Петербурга привязаны, и которых, наверное, до сих пор ощущается нехватка в городе. Согласны ли вы с этим? И как сегодня вы решаете, город пытается решать эту проблему? Ну, с вами сложно согласиться. Я хочу сказать, что... Сложно согласиться. Сложно согласиться, потому что в Петербурге 79 детских поликлиник, более 140 взрослых поликлиник, и в общей сложности у нас развита амбулаторная поликлиническая сеть, развиваются и офисы врачей общей практики, и кабинеты педиатров, и кабинеты терапевтов. Есть, так сказать, можно разделить Петербург на несколько, так сказать, районов. Те, которые находятся в центре, где была сформирована уже определенная амбулаторно-поликлиническая сеть, и только когда возникают дополнительно какие-то микро, так скажем, застройки, мы идем по пути. Сначала создаем офис врача общей практики, затем какие-то кабинеты дополнительные, и только потом строим поликлиники. Но хочу сказать, что вот за последние 4 года в Петербурге построено дополнительно 14 многопрофильных поликлиник и 56 дополнительных офисов. То есть... Но если вы живете на Комендантском проспекте, условном, да, вам сложнее попасть в поликлинику. Вот, и есть другие регионы, которые очень быстро, так сказать, промышленные, особенно регионы, районы, которые быстро развиваются. Там действительно возникает новое здание, большое количество жителей. И там, конечно, мы не всегда успеваем. Но я хочу сказать, что до 26 года у нас запланировано еще 14 многопрофильных поликлиник. А вообще к 2030 году в адресной инвестиционной программе, в перспективе, мы планируем включить 22, строительство 22 поликлиник для жителей города. А почему существует в городе тенденция в последние годы к укропнению, как мне кажется, медицинских учреждений вот этого первичного звена? Ну, в моем родном Кировском районе когда-то было несколько взрослых поликлиник, сейчас, кажется, всего лишь две. Просто они имеют несколько отделений в своем составе. Что-то дает вот это укропление, это централизация? Да, это, во-первых, межведомственное, так сказать, взаимодействие появляется более тесное. Во-вторых, вот возьмем любой стационар, который сначала развивался, допустим, как кардиологический центр, но им не хватало каких-то дополнительных опций. И эти центры превращались в многопрофильные клиники. И то же самое касается, особенно то, что связано с родильными домами. Они не могут быть перинатальными центрами, если рядом нет многопрофильности, не многопрофильной клиники. Поэтому вот эта многопрофильность по различным нозологиям дает возможность оказывать полноценную помощь нашим жителям. И многопрофильность создает возможность полноценного оказания помощи. Ведь нас, жители, оценивают, как мы решили их проблему. Если мы заставим жителей бегать по разным местам, искать то одного врача, то другого, вся помощь должна быть исчерпывающей, как правило, в одном месте. Вот, кстати, интересный появился такой, не знаю, это особенность той поликлиники, которую я знаю, или, может быть, сейчас везде происходит так. Появился кабинет доврачебный, куда можно прийти в первую очередь для того, чтобы рассказать о своей проблеме. И дальше тебя уже направляют к конкретному специалисту. Это оказалось, как мне кажется, несколько эффективнее, нежели пытаться дозваниваться, записываться, и еще не понимая, к кому на самом деле нужно идти. Или проходить все через терапевта сразу же. И избавило, наверное, излишней нагрузки. Вообще, мы понимаем, что лучшим способом лечения любого заболевания является его профилактика. И поэтому и диспансеризация, и профилактические осмотры, которые зачастую не являются даже углубленными, они позволяют выявить на ранней стадии те проблемы, о которых, может быть, пациенты не знать. И вот, проводя аналогию по... Вы знаете, что в Петербурге мы на сегодняшний день провели диспансеризацию более 2 миллионам жителей нашего города. Из них углубленную диспансеризацию прошли более 350 тысяч. Это позволило нам в настоящий момент выявить, ну вот я просто цифры знаю, более 68 тысяч пациентов, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Трех тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Шесть тысяч пациентов с сахарным диабетом. Одиннадцать тысяч с заболеваниями легких. И вот представьте себе, если пациент, особенно онкологический, у него выявляется на первой и второй стадии, то практически есть возможность полностью избавиться от этого заболевания. Если пациент диагностируется рак на четвертой стадии, то, как правило, результат намного хуже. Поэтому основная задача профилактических методов лечения о том, чтобы постараться выявить заболевание вот эти... Я даже тоже могу сказать цифру, вот в рамках диспансеризации в 2023 году мы выявили более 1 миллиона 600 тысяч заболеваний. Из них 10% выявлены впервые. То есть это нам дает возможность значимо снизить смертность от различных нозологических причин. Это, во-первых. Во-вторых, гораздо лучше организовать лечение своевременное и иметь лучшие результаты, тем самым снизить смертность жителей города. Сегодня в этой студии уже были врачи-онкологи, которые тоже работают на форуме. И в частности говорилось о том, что диспансеризация не дает того эффекта, который должна была давать, но не потому, что она плоха, а потому, что она не пользуется той популярностью у населения, которой должна была бы пользоваться. Вот к вам вопрос как к организатору медицины. Что делается для того, чтобы диспансеризация работала, чтобы люди приходили на нее? Ну, во-первых, мы уже начали об этом с вами говорить в средствах массовой информации. Мы понимаем, что взрослые люди от 18 до 39 лет должны один раз в три года пройти диспансеризацию. Те, кто старше 40 лет вообще, иметь ежегодную возможность пройти диспансеризацию. Но самое главное, есть определенные категории населения, которые просто им необходимо эту диспансеризацию проводить. Во-первых, мы улучшили возможность записи на проведение диспансеризации. Это и здоровье петербуржца, и через интернет, и через поликлиники. Это многофункциональные различные каналы через ЕПГУ. И мы сейчас проводим большую работу, чтобы запись была гораздо проще. Во-вторых, у нас большое количество поликлиник, которые занимаются диспансеризацией. Это больше 80 поликлиник, которые включены в эту большую работу. Ну, а самое главное, что это проводится определенная работа, где идет разъяснение, почему это важно делать. И я бы сказал так, что цифры, которые мы поставили для себя задачей, планом, составляют более 2 миллионов 700 тысяч жителей города, которые должны пройти диспансеризацию. И на сегодняшний день мы имеем 2 миллиона 56 тысяч. То есть мы практически идем хорошими темпами к выполнению поставленной нами задачи. С другой стороны, вы сказали про первую возрастную категорию, наверное, от 18 лет. Но человек молодой, скорее всего, скажет так. Ну, у меня заболит, я схожу к врачу. А мяч самой пройдет. Это, наверное, какое-то определенное, наверное, к молодым нужно убеждение и определенная работа. Человек в возрасте уже больше ориентируется на собственное здоровье, чем юный человек. Хотя от таких заболеваний нехороших, как даже онкология, не застрахованы ни в каком возрасте, к сожалению. Да, к сожалению, именно молодые зачастую обращаются в крайне запущенных формах онкологии 3-4 стадии. Потому что действительно считают, что если они молодые, значит, никаким заболеваниям не подвержены. И в этом, конечно, есть определенная проблема. Но вот те параметры, которые мы установили, один раз в три года пройти, и мы будем эту организацию продумывать на уровне образовательных учреждений, высшего звена образования, среднего звена, ну и с работой с руководством на предприятиях. Третий год в Петербурге реализуется программа модернизации первичного звена учреждений здравоохранения. Какие успехи уже, можно сказать, есть? И вообще, есть некоторые опасения, будет ли она продолжена в том же формате? Ну, два с половиной года действительно идет эта программа. Общее финансирование этой программы составляет более 21 миллиарда рублей, а точнее 21 миллиард 77 миллионов. Она разделяется таким образом, что почти половину финансирует федеральный центр, 10 миллиардов и 100 миллионов. Вторую половину финансирует регион, 10 миллиардов, почти 700 миллионов. И в рамках этой программы мы должны приобрести, вот только вдумайтесь, более 4 тысяч новых аппаратов, нового оборудования, единицы оборудования. Вот сюда все входит. И маленькое, и большое. И более, сделать капитальные ремонты, более 140 поликлиник. И вот на сегодняшний день мы идем хорошими темпами. В среднем в год финансирование составляет около 3,8 миллиардов. На оборудование тратится примерно около 2 миллиардов, и 1,8 миллиарда расходуется на капитальные ремонты. Мы идем хорошими темпами. Например, в 2023 году мы должны будем отремонтировать 73 поликлиники и приобрести 852 единицы оборудования. И мы уже все это законтрактовали. То есть это позволит привести в соответствие наши все поликлиники и оснастить его необходимым оборудованием. Я убежден, что в перспективе после программы модернизации первичного звена, конечно, эта программа будет продолжена. Потому что, несомненно, оборудование все равно будет устаревать, и будет какая-то очевидно другая программа. Так же, как вы помните, что в ранних 2000-х годах такая же была программа здоровья. И мы тоже успешно тогда ремонтировали поликлиники и покупали новое оборудование по этой программе. Олег Иванович, ну и последний, наверное, вопрос, но вопрос на перспективу. Опять же, вам как руководителю, одному из руководителей города, какие основные цели и задачи, наверное, сегодня вы ставите перед отраслью городской? Ну, я бы сказал так. Основное внимание этим целям и задачам, конечно, уделил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своих стратегических целях и национальных задачах. А именно, это, конечно, в первую очередь увеличение продолжительности жизни наших горожан, наших жителей Российской Федерации. И эта цифра определена 78 лет к 2030 году. Петербург в этом плане идет хорошими темпами. На сегодняшний день мы, так сказать, идем лучше, чем целевой показатель. Целевые показатели составляют 75,2, а в Петербурге продолжительность жизни составляет 76,6. Таким образом, мы идем с хорошими темпами выполнения этого показателя. Кроме того, это, конечно, сохранение населения, оказание высококачественной медицинской помощи. И в рамках этой задачи дополнительным таким мощным стимулом организации помощи является цифровизация здравоохранения. И я хочу сказать, что правительство города, губернатор Санкт-Петербурга Александр Митч Пеглов держит под постоянным контролем развитие системы здравоохранения, развитие первичного звена. И в том числе программа модернизации первичного звена находится под его личным контролем. Олег Иргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга в проекте «Россия. События хороших новостей». Большое вам спасибо за интервью. Вам спасибо, Антон.